Нелегально перевозить пассажиров в Дагестане не будут. Глава региона призвал коллег навести порядок в транспортной сфере. Они наносят ущерб природе на радость себе. В Карабудахкенском районе Дагестана пресекли незаконное производство древесного угля на землях лесного фонда. Цветы и праздничный обед. Руководство полка ДПС поздравило жен и вдов своих сотрудников с наступающим международным женским миром. ФОМС Дагестана опроверг обвинение в задержке зарплат медработникам. В официальном заявлении ведомства говорится, что фонд своевременно перечислил средства страховым компаниям ВТБ и МАКС-М. Почему произошли задержки с зарплатами, ФОМС рекомендует узнать у руководства данных организаций. Напомним, что ранее прокуратура Дагестана выявила факты выплаты зарплаты работникам медучреждений задержкой. Верховный суд Республики оставил под арестом Раджаба Абдулатипова и Магомеда Сулейманова. Экс-депутат Народного собрания и экс-глава ФОМС Республики пробудут под арестом до 25 апреля и 17 марта соответственно. Напомним, что Раджаб Абдулатипов подозревается в участии в преступном сообществе, а Магомед Сулейманов в мошенничестве в особо крупных размерах. Владимир Васильев призвал навести порядок в сфере пассажироперевозок. Такое обращение глава сделал в рамках еженедельного рабочего совещания, обозначив при этом недопустимость нарушения определенных правил. Как относиться к тем, кто баламутит мозги людей, что можно ездить на газелях без срока, без технического осмотра, водитель, который тоже никакой осмотр не проходил и не проверялся никаким образом, без всякой ответственности за перевозки. Понимаете, мы с этим безусловно будем наводить порядок. Глава республики напомнил, что в законодательстве предусмотрена ответственность за нелегальную перевозку пассажиров. Почеркнул, что в договоре должна быть прописана ответственность сторон за безопасность людей. Там, кстати, есть статья, если я правильно помню, что по поводу этого извоза незаконно существует ответственность. Мы пока ведем диалог, понимание, но мы вынуждены будем наводить порядок, потому что люди должны ездить в условиях надлежащей безопасности. Договор о перевозке должен быть ответственным для перевозчика. В случае ущерба мы должны получать, человек должен получать компенсацию. Понимаете, да? Это так вот должно быть цивилизованно. Также он затронул тему пополнения бюджета и налоговых отчислений. По его словам, сегодня все, кто работает вне правового поля, привлекаются к уголовной ответственности. Мне напоминают некоторые, кто организует вот эти протестные акции, ситуацию, когда, помните, там, Анастасов начинал наводить порядок и уволил 80 контролеров, которые вышли, значит, на стачку, чтобы их народ поддержал. Ну, потом все опять стало, как было, а вот сейчас вы видите, что происходит. Все привлекаются к уголовной ответственности, кто системно и организованно воровал газ. Ну, а тем временем главе республики представили нового гендиректора ООО «Газпром» Межрегионгаз Махачкала. Им стал Валерий Контеев. Он работает в газовой отрасли с 1997 года. До назначения в Дагестан Контеев руководил газоснабжающей компанией Тамбова. Напомним, что прежний руководитель ООО «Газпром» Межрегионгаз Махачкала Владимир Анастасов был задержан по подозрению в хищении газа более чем на 1 миллиард рублей. В Карабудахкенском районе Дагестана пресекли незаконное производство угля на землях лесного фонда. Нарушения были выявлены в ходе рейдовой проверки Комитета по лесному хозяйству республики. Так были обнаружены более 40 бочек для обжига древесного топлива. На месте были также изъяты десятки мешков с готовым сырьем. По словам специалистов, ущерб лесному хозяйству Дагестана от подобного рода незаконных действий составляет сотни миллионов рублей. Кроме того, вред наносится и окружающей среде. По всем обнаруженным фактам были составлены соответствующие материалы для дальнейшей передачи в правоохранительные органы. Незаконным предпринимателям дано указание в недельный срок демонтировать самодельные печи и привести территорию в нормальное санитарное состояние. Руководство полка ДПС поздравило жен и вдов своих сотрудников с наступающим международным женским днем. Представительницы прекрасного пола получили цветы, праздничный обед и массу положительных эмоций в канун 8 марта. На мероприятии присутствовала и наша съемочная бригада. Камиль Девятов расскажет подробности. В преддверии весеннего женского праздника 8 марта руководство полка ДПС Республики организовало встречу с женщинами, которые трудятся в составе полка, а также с женщинами сотрудников ГИБДД, погибших при исполнении служебного долга. Поздравления с женским днем от стражей порядка стали своеобразной традицией, как говорят в коллективе полка ДПС. Радовать женщин это самое приятное. Сегодня здесь собрались как наши сотрудницы, так и жены, вдовы погибших сотрудников полка ДПС. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех женщин с наступающим праздником, пожелать им здоровья, мира, благополучия, чтобы все дни жизни их не были такого же праздничного настроения. Для милых дам в этот день звучали стихи Расула Гамзатова, ну и конечно же были цветы. Неизменный атрибут женского праздника. Подарки от строгих, на первый взгляд, сотрудников ДПС не стали для виновниц торжества приятной неожиданностью. Акция традиционная и проходит каждый год в канун 8 марта. Очень приятный сюрприз. Мы знали, что наши сотрудники, наши коллеги нас очень любят, уважают. И нам вдвойне было сегодня приятно получить от них такой сюрприз в виде такого праздника. На любые праздники нас поздравляют. Очень приятно, думаю, присоединяться нашей девочке тоже к моим поздравлениям. Всем весеннего настроения, любви, счастья, добра, взаимопонимания. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Рейс из Махачкалы в Анталию запустит новая авиакомпания. Прямое авиасообщение между городами будет доступно уже в апреле. Рейсы два раза в неделю будет выполнять турецкая авиакомпания «Азур-Эйр». Отметим, в 2018 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год. Более одного миллиона человек. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Луизы Раджабовой. Уроженец Дагестана оказался самым богатым в России по версии журнала Forbes. Леонид Мехельсон является основателем и председатель правления газовой компании «Новотек». Состояние выходца из города Каспийск оценивается 24 миллиарда долларов. В списке 20 богатейших россиян находится и сенатор Совета Федерации Сулейман Керимов с более 6 миллиардов долларов. Он занял 19 место в этом рейтинге. Проспект Камзатова в Махачкале вновь станет пешеходной зоной по выходным. С такой инициативой выступил мэр Махачкалы Салман Дадаев. Так, каждый выходной в период с 1 июня по 31 августа центральная улица столицы в протяженности более полтора километров станет закрытым для автомобилистов. Это позволит стать излюбленным местом отдыха и прогулок для горожан. Законопроект о штрафах за некачественную медицинскую помощь не будет распространяться на врачей. Об этом заявила руководитель высшей школы здравоохранения Гузель Улумбекова. Напомним, Минздрав России предложил установить административную ответственность за оказание медицинской помощи, которая не соответствует критериям качества. По словам Улумбекова, законопроект касается только должностных лиц, органов государственной власти, субъектов в сфере охраны здоровья. Штрафы для самих врачей не предусмотрены. Дагестанскую федерацию Айкидо возглавил Макдик Гетинов. Айкидо в Дагестане развивается с середины 90-х годов, однако федерация данного вида спорта была создана недавно. Макдик Гетинов – первый президент, созданный в регионе федерации Айкидо. Дагестанец Алиасхаб Рамазанов стал призером международного турнира по паротеквандо, проходившего на иранском острове Киш. Третье место воспитанник тренера Руслана Биарсланова занял, выступая в весовой категории свыше 75 килограммов. Медаль на соревнованиях в Иране позволила дагестанскому спортсмену укрепить свои позиции в мировом рейтинге при отборе на Паралимпийские игры. На данный момент Рамазанов находится в первой пятерке этого рейтинга. На проходящем в Сербии первенстве Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет отличился Газиха Лилов. Дагестанский спортсмен стал серебряным призером турнира в весе до 87 килограммов. На пути к финалу он одержал три победы, но в решающем поединке уступил грузинскому классику. Сегодня вечером в категории до 72 килограммов за золотую медаль поборется другой наш атлет Магомед Ярбилов. А также борьбу на первенстве уже выступили и девушки, а спортшколу Дагестана представляют Виктория Ваулина и Дарья Шестерова. Редактор субтитров А.Семкин